Так, меня отталкивает то, что ты начал действовать только тогда, когда это коснулось тебя конкретно, поэтому выбрал АЗ, а так молодец, продолжай. Как ты думаешь, когда настанет день, что Кадырову и его окружению придется бежать, куда они будут убегать, ведь везде им будут не рады? Что думаешь про очередной конфликт Турции с курдами? Это уже другой вопрос. Имеют ли право курды на государственность? Разумеется, имеют. Но вот должны ли им предоставить именно ту территорию, которую они хотят, на которую они претендуют, заявляя, что она там их какая-то исконная, то нет. Здесь я, конечно же, не рискну на эту тему рассуждать. Я знаю, что они проживают и на территории Турции, и на территории Сирии, и на территории Ирака. На территории Ирака у них даже есть своя автономия. Поэтому по поводу территории здесь, пожалуйста, не ко мне. Я не считаю, что они должны там часть Турции себе отжать. Но в целом я не против курдской собственной государственности, то есть их собственного государства я, конечно же, не против. Тумсо, почему ты тогда против, чтобы абхазы имели свое государство, все народы имеют право на самоопределение? Абсолютно ты прав. Я не против, чтобы ни абхазы, ни осетины, ни кто бы то не был, чтобы они имели собственную государственность. Я вообще не против. Вопрос лишь в том, в каких границах они собираются. Если ты хочешь иметь свое государство, отжав территорию другого государства, то нет. Понимаете? Вот в чем вопрос. То есть вся загвоздка заключается именно здесь. Когда кто-то говорит, мы хотим иметь свое государство, отжав там, допустим, часть Испании, ну а имеешь ли ты право отжимать часть Испании? Вот здесь вот как бы вся загвоздка, вся проблема. И да, здесь мы, конечно, говорим, что не нужно претендовать на часть Грузии, чтобы заиметь свое собственное государство. Ни абхазам, ни осетинам, тем более. Давайте, для осетин это вообще, осетины это, они ровно такие же кавказские автохтоны, и они должны ровно так же, как и мы, жаждить этой независимости. Но есть, понимаете, своя территория у осетин. Они не должны претендовать на территорию Грузии. Вот в чем проблема. По чьей инициативе Грозный был переименован Джохар? Был референдум какой-то? Парламент. У нас для этого был свой законодательный орган. Это были избранники народа, которые это решение принимали. Вот таким вопросом референдумы, по-моему, нигде вообще не проводят. Может быть, где-то есть, но, по-моему, этого в такой практике нигде нет. Это переименование городов, там, сел и так далее. Это вопросы, которые не требуют каких-то проведения каких-то референдумов. Какое миграционное право действовало в период независимости Чечни, могли чеченцы по паспорту ЧЕР и поехать в Турцию, например? Нет, конечно, нет. Так как официального признания не было. Для этого нужно официальное де юра признания. Такого, конечно, не было. Но Афганистан нас признал, по-моему, в 2000-м году или 2001-м. Вот считай, они и сами находились тогда в состоянии войны. К сожалению, такого вот юридического официального признания ни от какой страны не было. Поэтому, конечно, по нашим паспортам официально, по крайней мере, никуда поехать нельзя было. Почему нахер не вошел в оборот и чем чеченцы расплачивались в годы независимости долларами? Нет, у нас принимался рубль. Почему нахер не вошел? Ну, не успели, потому что на это нужно определенное время. Экономику нужно к этому подготовить. Просто не успели. Мы-то на самом деле их только напечатать, по-моему, и успели даже их привезти в республику. Эти нахеры не успели. Ну, кроме каких-то образцов. Поэтому, да, к этому как бы шли, готовились, но не успели. Не дали. А расплачивались в основном, конечно, рублями у нас. Рубли были в обиходе, хотя доллары, это все, конечно, тоже имелось. Но долларами ты на рынке там расплачиваться не мог. Мог, наверное, но это уже как и в России. Знаешь, ты же можешь договориться, у меня вот доллары там на рынке заплатить. Но официально ходил как бы рубль. Так, меня отталкивает то, что ты начал действовать только тогда, когда это коснулось тебя конкретно. Поэтому выбрал АЗ, а так молодец, продолжай. Ну, так начинают и начинали все наши очень знаменитые у нас даже герои. Они тоже начинали тогда, когда это касалось лично их. Возьми того же Зелимхана, Парачаевского, обрека Зелимхана. Всегда есть какой-то, знаете, должен произойти толчок. Человек сам по себе такой не рождается каким-то там героем и так далее. Какое-то что-то должно произойти в его жизни, что его подтолкнет на какую-то деятельность и так далее. А мне-то тем более далеко до каких-то героев. Я обычный человек и не претендую даже на то, чтобы меня кто-то считал там героем. Поэтому если даже герои начинали, когда их что-то касалось, то я-то простолюдин тем более, естественно, начал тогда, когда меня это непосредственно коснулось. Так, вопрос. Зачем вообще нужно было создавать эту партию? Неужели не было других вариантов изменить наше положение? Просто попытаться получить суверенитет, играя во правилам кафера? Это как-то... На самом деле, очень много попыток я делал для того, чтобы, как ты говоришь, вести эту работу. Даже не забегая так далеко вперед, просто чтобы была какая-то консолидация, какая-то политическая сила, которую бы считали, которую бы уважали. То есть я в этом направлении провел определенную работу, пытаясь как-то объединить те силы, которые я считал близкими по убеждениям, по политическим взглядам. Я пытался их привести вот в какой-то, как на наш взгляд, на мой взгляд на тот момент, то, что соответствовало государственной идеологии, какому-то государственному низаму. Я пытался, я с ними разговаривал, очень много было проведено часов в переговорах, попыток там, но ничего не получилось. Ничего не получилось. В конечном итоге я понял, что раз так не получается, значит, надо делать как-то иначе. И была создана политическая партия. Но я не согласен по поводу правила каферов, что-то иное, что это за правила такие каферов. Мы никак по каким правилам никаких каферов ничего не делаем. Мы все сделали в рамках нашего государства, наших государственных законов, которые не каферские, как ты понимаешь. Это суверенное чеченское, исламское государство, Чеченская республика Ичкерия. И все сделано в рамках этого законодательства. И мы не являемся представителями власти. Мы даже косвенно никак об этом не заявляем. Мы, наоборот, являемся помощниками нашей официальной власти, которая является парламентом, единственной легитимной власти. Мы, хоть мы и являемся политической партией, мы на будущее, конечно же, будем бороться за кресла в парламенте и так далее, когда такая возможность появится. Но на данном этапе мы прекрасно понимаем, что никаких выборов, ничего провести невозможно. И мы, наоборот, пытаемся укрепить имеющуюся сегодня представительную власть, дать ей эту поддержку и сделать, ну, быть полезными в этой работе. Вот наша цель. Баркал за ответ, Кумсо. А по поводу твоего видения политической системы Чечении на подобие политсистемы Ирана, что-то изменилось в твоих взглядах? И какова позиция вашей партии по этому вопросу? У меня никогда не было такой позиции, что мы хотим взять для себя модель Ирана. Я просто рассуждал о модели Ирана и говорил, что сама по себе модель не является плохой. Плохой является власть. А так, сама по себе модель там неплохая. Вот что я имел в виду. И эта модель, она даже гораздо ближе мне, чем модель, допустим, власти Саудовской Аравии, когда есть монарх, который передает власть там от отца к сыну, от брата к брату. Для меня это более неприемлемо, чем модель иранская. Но зато сама иранская власть, она, конечно же, мне гораздо дальше, чем саудовская. Понимаете? То есть это мы просто рассуждаем на эти темы. Но это не значит, что мы хотим что-то из этого себе. Да нет, конечно. И наша позиция партии, наша позиция партии, это на нашей государственной системе. Мы не являемся революционерами. Мы можем, может быть, мы в какой-то степени были бы реформаторами, если бы была такая возможность уже конкретно работать в рамках государства. То есть какие-то вещи менять, да. Но в данной ситуации мы не реформаторы. В данной ситуации мы просто, скорее, мы такие консерваторы, которые просто в рамках действующего нашего законодательства пытаемся работать. А законодательство я имею в виду нашего государства, Чеченской республики Ичхерия. Ты помнишь годы независимости, какое время это было для тебя? Конечно, помню. Сложное было время. Безусловно, очень сложное было время. В экономическом плане. Но свободное. Я ностальгирую по этому времени. Несмотря на все эти сложности, на очень многие минусы. Но это свободное время, по-настоящему свободное время, которое, конечно же, я бы хотел вернуть. Ас-саляму алейкум, Тумсо. Ты уже политик, табарак Аллах. Когда повесишь наш флаг? Ас-саляму алейкум. Брат Мелхый, я не знаю. Я, честно говоря, не планирую пока этого делать. Я не вижу в этом смысла. Но, может быть, что-то подобное и будет. Не знаю, брат. Закаевец, мы тебе дали пять минут. Если ты уже закончил, то давай, по доброй воле, выключай эфир и заканчивай. Чувак с большим животом. Ладно, по доброй воле. Буду заканчивать тогда. Только можно минут... Дайте мне, пожалуйста, еще минут 35. Не имея сплочения, мы никогда не добьемся деоккупации. Ты прав. Но сплочение вокруг чего? Вот что важно. Имея сплочение вокруг неправильной идей, неправильных людей. Даже если мы добьемся этой деоккупации, а нужна ли она? Задайтесь вот этим вопросом. То есть, для чего тебе нужна эта деоккупация? Для чего тебе нужна свобода? Каждый человек должен, прежде всего, вот этот вопрос себе задать. Свобода ради свободы? Ну, если так, то если те, кто на этот вопрос так отвечают, мне нужна свобода ради свободы, то вперед. Объединяйтесь там с кем угодно. Может быть, может быть, вам будет даже дана вот эта свобода ради свободы. Но очень быстро вы побежите от этой свободы. И если мы с вами сейчас бежим от несвободы, и приезжая в эти страны, мы с вами просим убежище от российской власти, от российского преследования, то тогда вы будете бежать и просить убежище от свободы, которую вы так хотели. Понимаете? То есть, вот я четко, точно отвечаю на этот вопрос, что мне не нужна свобода ради свободы. Мне нужна свобода ради справедливости. Мне нужна справедливая страна. И если там этого нет, а этого быть не может с людьми, которые в своей основе несправедливы, которые, не имея ничего, никакой власти, не являются справедливыми, а имея власть, они тем более не будут справедливыми, объединиться вокруг такой идеи, таких людей, это навлечь на себя гнев Аллаха. И даже если будет успех у такой группы, это не будет группа, которой доволен Аллах. Это не будет тот режим, которым доволен Аллах. Поэтому, ну, нужно ли мне это? Нет. Мне это не нужно. Томсуан, на сайте Кавказ-Центр недавно появилась статья Мавлади Удугова «Шариат в рамках демократии, легитимность и государства двух ущелий». Если читал, то есть ли какие-то мысли по этому поводу? Нет, я не читал, Маркович Виктор. Я видел очень много комментариев к этому, к этой статье, возмущенных. То есть, людям очень не понравилось многим то, что написал Мавлади Удугов. Но вот посмотреть, что он написал, честно говоря, как-то руки не дошли, времени не было, поэтому я не читал. Но я уже как-то привык к тому, что что бы ни делал Мавлади Удугов, это никогда, конечно же, не нравится. Поэтому комментарии этих людей меня не удивили. Ну и вообще, в целом, у Мавлади Удугова с давних пор есть свое видение, и государство, и даже границы этого государства. Поэтому в этом плане я тоже, конечно же, не сторонник Удугова. Но если кто-то к свое видение заявляет, ну так же это видение может заявить и Мавлади Удугов, и любой другой. Главное, чтобы эти взгляды, эти идеи, они не были какими-то экстремистскими, террористическими и так далее. В остальном проблем я не вижу. Если в рамках цивилизованного общества, нормального цивилизованного политического диалога, если об этом спорить, то это нормально. Христиане или иудеи в жариатском государстве обязаны платить дополнительные налоги на проживание. Сегодня мир устроен таким образом, что любое государство, оно не может вообще существовать без налогообложения. Поэтому в современных реалиях, я думаю, нет такого, что христиане платят, а мусульмане не платят. Все будут платить налоги, все должны платить в этих странах, где мы проживаем, мы все платим налоги. Так экономическая модель мировая построена, что без налогообложения просто государство не может успешно существовать. Поэтому не актуально сейчас даже на эти темы рассуждать. Все будем платить. Где для тебя заканчивается свобода слова и как ее контролировать с вооруженным населением? В жариатском государстве труднее будет идти на уступки, чем в светском. Это надо спросить у Соединенных Штатов Америки. Вооруженное государство и свобода слова. И как-то у них это все нормально, в общем, существует, контролируется. Хотя для меня это абсолютно не идеал, конечно, как ты понимаешь. Это такое, явно такое полицейское государство Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее, как пример, люди контролируют и живут. Вооруженная страна, никаких проблем. Причем у них это в Конституции закреплено, вот это право на хранение и ношение оружия. Еще такой вопрос. Многие шейхи призывают мусульман делать хиджру с Европы в мусульманские земли. И твое мнение. И сам, как смотришь, например, на свою возможную иммиграцию в Турцию в будущем. К сожалению, вот те шейхи, которые делают эти призывы, я не знаю, правда, не слышал. Ну, допускаю, что это может, возможно, это уважаемые, хорошие люди. Но они, по всей видимости, не разбираются в происходящем в этом мире. И они не знают, что в этих странах, о которых они говорят, никто не жалует нас. Абсолютно нас там никто не ждет. И большинство мухаджиров, которые попадают в эти страны, они вынуждены бывают потом либо в их депортационных тюрьмах сидеть без возможности на какую-то легализацию, либо годами там нелегально где-то скитаться. То есть, к сожалению, эти исламские так называемые страны, они оставляют желать лучшего. Отношение этих стран к мусульманам и проблемам мусульман в этом мире, они абсолютно не заслуживающие у кого-то уважения. Поэтому, конечно, куда поедут сотни тысяч этих мусульман, куда они должны, кто их примет? Саудовская Аравия, которая вообще самая закрытая страна, наверное, в этом мире, вообще нет никаких шансов даже, что ты можешь официально туда попасть, как на Азоль и так далее. Или какая Катар, которой вроде несколько лет назад там заявления были, что они там конвенцию еще там приняли, но по факту нет, нет прецедентов того, чтобы там кому-то предоставлялось убежище. Поэтому, ну конечно нет, это нереально. Как ты думаешь, когда настанет день, что Кадырову и его окружению придется бежать, куда они будут убегать? Ведь везде им будут нерады, в том числе и в ОАЭ, где они покупают особняки. Ну не факт, брат, не факт. Я не буду забегать, да, такие прогнозы делать. Но я бы сказал, что это не факт, что там будут нерады. Они, я думаю, места для бегства для них есть. Та же Россия пока существует. Субтитры подогнал Игорь Негода.